В заключительной игре чемпионата ВХЛ белоголубые уступили на домашней арене хоккеистам из Ростова-на-Дону. По итогам участие нашей сборной в чемпионате «Динамо» Твери оказалось на 10-м месте в турнирной таблице. Об итогах последней игры рассказывает наш корреспондент. В первом периоде гости владели игровым преимуществом и смогли реализовать его, воспользовавшись первым большинством. В свою очередь хозяева, получив на одного игрока больше, шансом не воспользовались. На перерыв Ростов ушел лидером. В турнирное положение мы идем равное количество очков с тамбом. Нам надо их обходить, поэтому еще рано подводить итоги. Надо добавить движения в эмоциях прежде всего. Во втором периоде «Динамо» в ЦА взвинтили темп и начали контролировать игру. Но одна из немногочисленных атак ростовчан обернулась вторым голом. Лучший снайпер Ростова сходу бросил. Шайба ударилась в борт и отскочила точно на его же клюшку. 2-0 в пользу гостей. В концовке 20-ти минутки «Белоголубые» попытались изменить ситуацию на площадке. Но цифры на табло юбилейного на эти попытки не отреагировали. Главное не пропустить. Это самое главное. Забить-то. Сейчас 2-0. Я думаю, забивать-то не надо бежать. Если получше, конечно, момент надо будет реализовывать. Но атаку главное не пропустить. Вратарю помочь на ноле отстоять. И удачно закончить сезон на этом. Заключительную треть матча и всего сезона «Динамовцы» провели в зоне соперника. При этом контровыпады ростовчан выглядели гораздо острее. Гости играли строго по счету, а Данил Кудашов справлялся со всеми бросками «Белоголубых». Удаление в составе Ростова за 5 минут до сирены не помогло. Поражение со счетом 0-2 оставила «Динамо» на 10-й строчке итоговой турнированной таблицы конференции 1 чемпионата высшей хоккейной лиги. При этом благодаря победе на Тверском льду Ростов финишировал сразу за «Белоголубыми» на 11-м месте. Впрочем, хоккейный сезон в Твере еще не завершен. Гонку за Кубковой весной продолжает молодежная команда «Динамо». В ближайшем матче паре матч чемпионата «МХЛ» на льду «Юбилейного» пройдут 28 и 29 февраля.